всем привет вот решил снять небольшое видео по поводу пробойников значит в чем вопрос вопрос в том что все пробойники постараюсь это снять аккуратно они как бы следят оставляет следы вот задался целью как тошна до этого избегать тут видно и нашлась подсказка вот такие вот маленькие палочки их применяют те кто делает маникюр педикюр то есть в косметологии эти палочки из не просто дерево а из апельсинового дерева есть и кривые тут и косые но дело не в этом дерево достаточно уперто я этот штук пять вмятин уже заколотил они вот такие палочки заостренные с обоих концов ну это я думаю ни для кого не проблема вот заточил как мне надо и поработал конечно это пробный так сказать вариант но он работает и следов практически я вот тут видно на видео я работал пробойниками вот такими вот это made in china они жесткие хорошие работают очень хорошо следят несмотря на то что поверхность довольно таки чисто и здесь так сказать кончик я тряпочкой вытирал но они все равно следят вот это достаточно хорошо вот видно конечно с этим бороться можно взять зашкурить там двухтысячкой трехтысячкой полирнуть и все но вот этого можно избежать если пользоваться вот таким наконечником вполне возможно что из других видов дерева можно наделать такие же наконечников просто мне попалась говорится эта информация сбоку как говорится видно вот здесь здесь очень хорошо видно и не что они следят а рядом вот рядом я пробивала еще сейчас пробью этот участок это дерево не следит вот такая небольшая зарисовочка кому интересно возьмите себе на заметку может кто-то знает другие виды дерево с чего можно тоже делать ну как бы очевидно что вот такие пробойники деревяшечные они не следят и довольно хорошая упругая как говорится упертое дерево они достаточно долго могут служить и себестоимость там копеечная не что-то там рублей по пять или по шесть продаются неплохая альтернатива вот собственно и все всем привет пока пока удачи